Господа, о литра, сегодня мы говорим о сказке Александра Сергеевича Пушкина о рыбаке и рыбке. Те мысли, которые я сейчас скажу, они являются не моими, они являются мыслями моего единоверца. Но, может быть, я какие-то свои мысли тоже скажу. Значит, это очень глубокая сказка, на самом деле. И она не только о том, что жадность в прае разгубила, не только о том, что старуха сначала хотела корыто, потом эсбу, потом хотела быть дворянкой, потом захотела быть царицей, а потом вообще захотела быть владычицей морской, чтобы повелевать той самой золотой рыбкой. То есть, жадность, страсти и вечная неудовлетворенность человека здесь, конечно, показаны. И это очень хорошие знания, которые вы должны зарубить себя на носу с детских лет. И понимать, что то, что вы сейчас имеете, это очень хорошо, вы можете стремиться и к другому. Но нужно быть удовлетворенными тем, что вы имеете на данный момент также. Вот, нужно такой найти золотой середин и развиваться. Развиваться в хорошем смысле, не деградировать, не жить на всем готовеньком, как старуха, да? Она-то как раз на всем готовеньком находилась, а вам как раз рекомендация находиться не только на всем готовеньком. На всем готовеньком можно туда находиться, но все-таки стремитесь к саморазвитию и не за счет каких-то волшебных моментов. Фолшебные моменты, они, конечно, есть, они присутствуют, халява, все это есть. Но я рекомендую вам все-таки трудиться на благо себя, на благо всех живых существ. Стараться вносить какую-то гармонию, да, какую-то гармонию в окружающий мир. В общем, не будьте как старуха, будьте как рыбка, будьте как старик. Но, заметьте, рыбка, она ведь не случайно попала в сеть. Такие высокореализованные существа, как рыбка, которая могла материализовывать все что угодно, да? Вополнять желания, материализовывать какие-то материальные объекты. Она ведь высокореализованное существо. И такие существа, разумеется, они в сети, они попадают. Сеть, она попала именно для того, чтобы научить деда. Точнее, научить деда для чего? Проверить деда. Заметьте, дед, он с самого начала ничего для себя не просил. И в дальнейшем также для себя конкретно он ничего в нее не просил. Он просил только для жены. Это тоже очень высокореализованное существо, дед. Хотя вот занимался он чем? Рыболовством, да? Рыболовством занимался, но... Тем не менее, это рыболовство, оно... Мы не знаем, они жили бедно в ветхой избушке. То есть, он на рыболовство не зарабатывал, а старушка, она пряжу прила, да? Так что... Такой вот момент. Они... Не в ветхой избушке, а даже в ветхой землянке они жили, да? В ветхой землянке. То есть, они не зарабатывали своим трудом. Но жил старик со своей старухой. То есть, он все ради старухи, тем не менее. А старуха прила свою пряжу. То есть, она была увлечена вот своей какой-то деятельностью. Но почему-то эта деятельность, эта вот пряжа, она не дала ей какое-то богатство, не дала ей какой-то бонусы по жизни, профессиональное удовлетворение. Она вот сидит и несчастна у этого корыта, да? И все ей не так, не так. Но это такой человек. Так, это корыта человека именно в том, что неудовлетворенность, страданием, окутанная вся ее жизнь, эгоизмом. Такие вот дела. То есть, рыбка, она просто проверяла старикка на его духовные, так сказать, какие-то реализации, да? Такой вот момент. Старуха, она, к сожалению, показала себя не с лучшей стороны. И осталась у разбитого коллега. Так что, очень полезная сказка о рыбаке и рыбке. Заметьте, название даже не о золотой рыбке, а о рыбаке и рыбке. То есть, главные персонажи это рыбка и рыбак. А старуха, она вообще название даже не упоминается. На такой вот момент еще, да? Значит, будьте как рыбка, будьте как старик, но не будьте как старуха. Довлетворяйтесь тем, что у вас имеется на данный момент и занимайтесь саморазвитием. И, конечно же, помогайте другим существам. Вот такая мораль у сказки о рыбаке и рыбке. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова